Пить или жить? Вот в чем вопрос для жителей частного сектора улицы Куконковых. Колонки только на четной стороне. Встречным соседям приходится переходить дорогу по нерегулируемому переходу. Всякий раз рискуя собственной жизнью. И вечером пройти невозможно, ни днем. Особенно с пяти вечера, с 16 до 18 часов до 19. Вообще тут такое движение, что невозможно. Нет, не пропускают нас, эти машины. Людей сбивают. Идешь, и все время так, у ведра только пока еще светло. А вечером они вообще несутся и не видят никого и ничего. Это раньше машин было мало. Сейчас гул двигателей не затихают круглые сутки. Женщина пошла за водой, сбили насмерть. Муж Антонины Пряхиной в ноябре прошлого года тоже отправился на колонку. А домой вернулся. Инвалидом первой группы. Не дошел до бордюра два шага. Вместе с ведрами его сшибли. И вот уже у меня 10 месяцев инвалид первой группы. Принимаем. Принимать нам теперь, конечно, таблетки по инвалидности за 3000 каждый день. И сосуды, и сам, конечно, он только ходит. Сейчас на ход он как. На отрезке от улицы Первой Полянской до улицы Шостовой порядка 15 домов. У одних скважины. Правда, вода там грязная. На питье берут с колонки. Другие семьи на все нужды берут там. У меня инвалид первой группы. Двое детей. Свекров тоже болеет сахарным диабетом. Он слепой, ничего не видит. В день надо за ним ухаживать. Три-четыре раза моется. Ребенок у меня 14 лет девочка. Я боюсь ее посылать за водой. Страшно. Не пропускает ничего. Официальная позиция водоканала заключается в следующем. Техническая возможность провести воду на противоположную сторону улицы есть. Но неминуемо возникнет ряд сложностей. Устройство колонки, конечно, это обязательно строительство нового водопровода. И при строительстве его надо пересечь улицу Кухонковых. А устройство длинной тупиковой линии и малый водоразбор из-за отсутствия большого количества потребителей приводит всегда к нарушению качества питьевой воды в данных колонках. Значит, мы, как общество, не сможем поставлять услугу на ближайшего качества. Даже если перекопать улицу Кухонковых поперек и проложить необходимые коммуникации, проблема не решится, настаивают специалисты водоканала. Когда водоразбор маленький, вода застаивается в трубах. Пить ее будет невозможно. Жителям предлагают подключиться к централизованной системе водоснабжения. Всех желающих приглашают в водоканал для консультации. Елена Белова, Антон Осипов, РТВ Иваново.